Олигарх хунданский, да козёл ты африканский, вот кто! Трусы мои где? Я только знаю где вот этот, вот он. Да где ж ты взялся, скотина такая? Рассмеши свежного Добрий вечер! В эфире новий сезон шоу Рассмеши комика. Шоу, в якому будь-яка людина з почуттям гумору може заробити непогані гроші. Як вам відомо, в цьому сезоні ми змінили формат. Тому в эфире народне шоу Рассмеши комика, программа, в якій будь-яка людина може заробити непогані гроші і віддати їх на добру справу. У цьому сезоні учасники з восьми різних міст України борються за головний приз нашого шоу. Весь свій виграш вони віддадуть на благодійність, а точніше на вирішення соціальних проблем свого міста чи області. Під ваші облески хочу запросити на цю сцену двох найсмішніших коміків. Юрія Ткача та Євгена Кошового. Всім привіт! Всім привіт! Привіт, хлопці та дівчата! Привіт! Насшановні телеглядачі! Привіт! Хеллоу Юрвус! Хлопці, ви можете не повірити, але я дуже-дуже радий вас бачити. Так, Юрій Ігор, це твій перший сезон, який ти ведеш українською мовою. О, так, о, так! Ми бачимо, що тобі дуже складно. Я, я... Так, Тарас Григорьович трошки перевертається там десь. Перевертається, але ми бачимо, що тобі складно, тобі подобається і ти справишся. Молодець! Я впоруюсь, так. Молодець, красавчий. Молодець! Ну, Ігорюш, розкажи, як тобі взагалі спілкуватися українською мовою? Ой, ти знаєш чудово. Прекрасно. Неперевершено. Все зрозуміло, він тільки на прислівниках зупинився. Та йдіть вже, сідайте, займайте свої місця. А ні, ті слова теж є, нормально, красавчий, давай, сподіваємо. Моє бус! Сьогодні проти коміків змагається команда з міста Київ. Вони будуть намагатись заробити гроші для будівництва літньої резиденції школи супергероїв для лікарні Ахмадид. Увага на екран! На зв'язку Київ. Зараз я знаходжусь у національної дитячій лікарні Ахмадид. Саме тут була створена перша школа супергероїв. Для сучасної і якісної освіти дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Скажіть, будь ласка, яка мета цієї школи, цього проєкту? Ми взагалі створюємо інноваційні, сучасні освітні простори саме в лікарнях. Ми мріємо тут збудувати фантастичний простір, щоб ти міг проводити час на свіжому повітрі. У нас вже є городик. Тут вивчають, як ростуть огірки, помідори. Діти їх висаджують, а потім розглядають і смакують, якщо їм це дозволяють лікарі, звісно. Ми хочемо побудувати дорогу, щоб діти могли навчатися правилам дорожнього руху. У нас вже є чотири світлофори і знаки. Також хочемо зробити площу під міні-футбол. І, звісно, це ігровий майданчик, на котрому ти зможеш весело проводити час і навіть на візочку. Супер. Бажаємо успіхів. Ми надзвичайно мріємо, щоб це здійснилося і літня резиденція стала реальністю в дитячій лікарні Охмадит. Давайте привітаємо облисками представника проєкта Євгенію Смірнову. Ваші облиски. Дуже приємно. А я запрошую на цю сцену команду Киян. Зустрічайте! Звісно! Дуже приємно. Супер. Кого я хочу подивитись? Ви дивіться, який слав. Дуже сільно. Друзі, ваша задача сьогодні заробити 200 тисяч гривень для літньої резиденції. Но если выигранная сумма будет меньше, вам придется доказать свои деньги из кишени. Доброе, займайте свои места в зале и готовитесь к выступлению. Божаю вам успехов. Розповім правила гри. Если участник, который вышел на эту сцену, протягом минуты не сможет кого-то с комиками засмеяться, они платят ему 1000 грн. Другая хвилина в разе успеху принесе участнику 5000 грн. Смех комиків на третьей хвилині коштує 10 тысяч грн, на четвертой – 20. А если удастся смешить их и на пятой хвилині своего выступления, переможца ждет главный приз – 50 тысяч грн. Но так как в этом сезоне «Росмеши комика» является социальной программой, то я себе позволю немного изменить правила. Если на любом этапе, протягом минуты, никто из комиков не смеется, то сумма грошей, которую участник выиграл на предыдущей минуты, я оставлю ему как втешный приз. Хочу напомнить участникам, что смешить комиков можно любым доступным вам способом. Мне кажется, все понятно. Давайте начнем? Давайте, поехали! Друзья, встречайте первого участника – Мазур Кирил. Друзья, встречайте первого участника – «Росмеши комика»! Здравствуйте, привет, добрый день! Привет! Привет! Мазур Кирил. Как справа? Отлично, школу закончил. Уже полегче, бачишь? Да, лучше попрет во все. Ну сейчас для себя поживу, потом уже решим. Ну давай, что, стендап? Да, да, если можно. Давай, конечно, у нас можно все. Давай, я включу годынник, и ты начнешь. Поехали. Первая хвилина – 1000 гривен. Спасибо. Так, меня зовут Кирил, мне 16 лет, я не женат, и я в этом году школу закончил. И нам училка всем парням, как подарок, подарила поход в баню. И это было ужасно, просто баня. 15 подростков, 15 игривых юнцов, да? Мы полностью голые, и только вот это место перевязано полотенцем. Напряжение было, как в покере, да? Вот непонятно, кто первым вскроется. Вот все хотели понять, у кого реально туз козырный, да? А кто просто блефовал, да? И как только мы зашли, сразу был человек в компании, который... Опа, я могу без полотенца, а кто без полотенца, а я без полотенца. Говорю, Тамара Петровна. У меня сейчас стоит 50-70 человек. Спасибо. Ее, первая тысяча твоя, Кирилла. Спасибо, спасибо большое. Еще и век уточнил, Тамара Петельна. Наступная минута принесет тебе 5000 гривен. Ты готов? Прекрасно, да, готов. Побегли. У меня есть старший брат, и старшего брата любят больше. Просто, когда приходят гости, мама показывает только мои ублюдские фотографии. Типа, вы посмотрите, какая у Кирилла маленькая пипюрка. Я больше всего боюсь, что однажды я приведу знакомиться с девушкой с родителями, и выйдет мама, покажет фотку, и такая, ну смотри, тогда я уже в курсе. Знаете, я сама на нервах, это, ну, невозможно. И правда, брата любят больше, потому что первый звоночек был, когда родители над кроватью брата поставили иконки. А над моей кроватью фотки брата. Я первый человек, а ты нашел за братом религию, понимаете? И я занимался футболом, мне все нравилось, но объяснила одна вещь. Просто меня тренер перед выходом на поле шлепал по попе. И при этом не упускал на поле. Просто пользовался мной. Слушайте, я за то, что был в шоке. Выдавил, поставьте. Прекрасно, прекрасно. Это я уже сколько выиграл? Так, 5 тысяч гривен ты заробил. Хорошо, идем дальше, идем дальше. Идем далее, третья половина, 10 тысяч гривен. Слушайте, мне 16 лет, и я понял, что таксисты могут найти общий язык даже со школьником. Я недавно ехал со школы в такси, был грустным. Таксисты заметил, спросил, мол, что произошло? Я говорю, да мне сегодня одна курица, ни за что единицу поставила. И он такой, братан, не поверишь, то же самое. Ну я недавно ел с водителем, и на переднем сидении сидела его жена, и они ссорились. У меня было ощущение, как будто не такси вызвал, а родаков сменил, понимаете? Ну, мы ехали, ссора накалялась, уже были крики. Я думал, что после окончания поездки они просто такие, так, Кирюха, решай, с кем ты остаешься, да? Выбирай. Слушайте, я за то, чтобы в школах вели уроки сексуального воспитания, просто у двух наших мальчиков в классе уже был секс. А если были бы такие уроки, мы бы объяснили, что для секса нужны девушки, они бы, да, смогли объяснить. Слушайте, у меня в даче нет ведра, вернее, нет туалета, ой, перепутал все, ничего страшного, ребята. Нет туалета, поэтому папа в прихожую на ночь ставит ведерко. И я понял, что когда ты ночью писаешь ведерко, ты можешь по звуку определить, сколько родственников уже просыпалось. Блин, ай. Не дивлячись на то, что час закончился, я зараховываю тебе всю хвилину и ты зарабатываешь таки 10 тысяч гривен. Хорошо. Ты готов и дальше продолжить? Сейчас вспомню, да? Нет, я готов, готов в принципе. А, ну да, хорошо, давайте. Поехали. Да, я недавно поцеловался с девочкой, и она поцеловала меня с языком, а я нет. И она такая, Кирилл, ты меня что, не уважаешь? И мне стало так не по себе, просто до этого я эту фразу слушал только один раз в жизни. Когда мой папа на кухне пил с дядей Валерой. И самое страшное, что я их не видел. Но я надеюсь, они выпивали, понимаете? Я... Как же долго, Жека, ты малювал эту картинку. Но ты все-таки... Так, прекрасно, прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Напоследок, у меня, ну правда, есть очень откровенная история, можно? История? Куда еще недвертише, я думаю. 16 лет. Так, рассказывайте. Переходный возраст, ребята. Чекай, чекай, давай я натисну кнопочку. Да, давайте, нажимайте. Спасибо большое. Пятая минута на 50 тысяч. У меня появилась девушка, и у меня недавно произошла такая история. Я впервые привел ее к себе домой. И мы занимались любовью на кровати родителей. И эта квартира перешла над бабушкой с дедушкой. Я подумал, как же символично, что на этом диване когда-то дедушка занимался любовью с бабушкой. Совсем недавно папа занимался любовью с мамой. Сейчас это делаю я, их внук и сын. Я следующее поколение. Я так, знаете, родством проникся. Мне в какой-то момент даже захотелось петь «Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей». Шувак, у тебя 16 лет, ты можешь просто невероятно красавец. Спасибо большое. Браво, мы витаем от тебя, от тебя 50 тысяч. Витая 50 тысяч. Спасибо большое. Благодарю Богу, что ты школу закончил. И спасибо, что ты закончил выступы. Витая 50 тысяч. Ну что ж, друзья, наступных участниц вы знаете, как трео разные. Сегодня они без ведущих. Поэтому встречайте. Гордієнка Алина. Оруджева Анастасия. Машлятина Олександра. Здравствуйте. 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 Закружилась головка. А вы сидите так маленько и потом посередине чуть выше так завершите? А потом что? А потом что? А потом что? А потом ты что потом делаешь? Может тебе до дому зависеть? Мне кажется, Настя трошки не почула. Давай, ладно, мы не будем с вами балакати дома. Давайте. Ну что, вы готовы? Мы готовы. Вот так мы зажигаем толпу. Тысяча гривен. Перша хвилина уже начинается. Поехали. Итак, представьте. Одной девушке в компании сделали предложение. Пуф. Кто? Ты? Кто? Кто, я спрашиваю, девочки? Ты? Тот же. Ла, ла, ла. Летт гоу. Поехали дальше. Итак, представьте, звезда, точнее, продюсер и звезда, которые только что отпродюсировали. Ну, было хорошо, да? Да. И что, вы теперь возьмете меня в шоу-бизнес? Да. Здравствуйте. Вы возьмете меня в шоу-бизнес? Да. А что, так можно было? Да. Ла, ла, ла! Летт гоу! Что происходит, друзья? Что-то творится. Игорь! Другая минута в разе успеха принесет вам 5000. Готовы? Да. Поехали. Итак, прослушивание в продюсерском центре. Пожалуйста, не забывай об этом. Я не понимаю, как вы этого не знаете. Вы могли знать нас по таким хитам, как «Марджаджа, Марджаджа, я в твоём саду на гаджу» и «Марджаджа, Марджаджа, я в твоём саду на гаджу» 2. У вас есть хит? Есть у нас хит. Если у нас хит. Лирическая. Ты случайно уронил стеклянный глаз И даже не заметил Я бы подняла Но ты, кретин Пять минут назад Меня отшил Пройти Не поднимая глаз Пройти Уходи 7 лет Третья минута – 10 тысяч рублей Итак, на соревнованиях по легкой атлетике На старте prend uh Внимание! Марш! Девочки, фальш-старт! Затяните, затяните! Итак... Летс гоу! Молодец! Чуть не забыла! Забыла, дружки! Я думаю, что я забыла! Девчата, вы знаете, сколько вы уже заработали? Нет. Десять! Ого! Десять тысяч гривен! Спасибо большое! Наступная цифра 20 тысяч! Я забыла! Хвилина начинается прямо сейчас! Итак, случай в такси! Извините, а у вас тут Айка из Френдли? Да! Ой! Ла-ла-ла! Летс гоу! Ребята, хорошо! Мы объясним! Ну почему там? Ну почему? Нет, а там... С Беккой кто-то шустит! Ну почему? Дальше, пожалуйста! Двадцать тысяч гривен! Девчата! Да! Вы заработали двадцать! Ааа! Так! Ла-ла! Летс гоу! Останняя хвилина! Пятьдесят тысяч гривен! Ла-ла! Ла-ла! Летс гоу! Это последнее? Это последнее? И в наше время существуют настоящие супергерои! Смотрим! Отдай! 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 Я спасу тебя, красавица! Вообще-то я тут жертва! Или не спасу! Фу! Ла-ла-ла! Летс гоу! И так, на соревнованиях по сумо! Разумеет! На-на-н-на-они! Отдай! Ан-на-на-н-а-ни! А-на-на-на-на-на-на! Нем-ан-на-на! А-а-а-а-а-а! Криса! Караелі! О-на-на! А-а-а-а-а-а! А-на-на-на-на! А-а-а-а-а-а-а! Девочки, колготы подтянули. Ага. Матерь! А я думаю, что ты нестаблетись? Я вас такими еще никогда не видел, девочки. Мы еще такими и не были. Девчата, не дивлячись на то, Какими вас бачили, не бачили, вы заробляете 50 000 гривен! Витали! Виталий! Зараз вийде сюди чоловік, якого, можливо, ви не знаєте, але ютуб-аудиторія його знає гарно. Київ Стонер! Ваші описки! Я хочу сказать, дуже неожиданно! Всем привет! Привет! Я пару слов скажу, если вы не против, я первый раз участвую в подобной движухе, поэтому немного волнуюсь. Также хотел сказать, по телевизору это помещение кажется больше, я не могу понять, почему. Наверное, потому что меня тут не было, да? Итак, перед тем, как мы начнем, я бы хотел одеть реквизит, можно? Конечно! От души, спасибо! Нам отвернуться сейчас, да? Не, можете сейчас встретиться. Ща я раздуплюсь, как это одевается, пару секунд. Уп! На кепочку! Хотел сначала спросить у вас, пацаны, вы знаете, как одевать парик, а потом понял, что нет, не знаю. Все, я готов! Красава! Давай, чувак, мочи! Поехали! Перша хвилина 1000 гривень! В натуре? Да! Погнали! Поехали! Добрый день! Меня зовут судья Игнат. И вот знаете, что я осознал? С недавних пор в нашей стране больше нельзя принимать взятки. И знаете, что я понял? Что вы забрали у меня работу. Поэтому я пришел сюда, чтобы забрать работу у вас. Евгений Викторович. Игорь, да? Игорь? Игорь Сергеевич. Юрий Константинович. Здравствуйте! Теперь на этой передаче я всем буду обращаться на вы. Потому что вы, кварталовцы, как что-то исполните, потом отмазывайся. Женя, Юра, не надо останавливаться на достигнутом. Надо сбрить всех волосатых отсюда. Я предлагаю быть ведущим вместо Ласточкина. Что происходит? Я не понял. Ничего. Людина правду каже. Что? Доброе. 1000 грн. От души спасибо. Наступная минута 5000 грн. Ты готов? А уже ж. Кстати, молодцы, что малого посадили повыше. Ему хоть теперь что-то видно нормально. Говорят, здесь надо распишить комика, да? Хорошо, зовите их. Говорю сразу, мне шутки никто не пишет, поэтому их может и не быть. Но не суть. Я смотрел рассмеши комика еще с детства. Ну где-то годика два назад это было. Пацаны, мы с вами долго шли к успеху. Я закончил школу милиции. Вы встретили Зеленского. Каждый из нас старался как мог. Такая вот ситуация. Юрий Константинович, я могу про вас шутить, потому что у меня тоже дырки на ремне начинаются в воздухе. Вот это болт. Вот это болт. Ну ты же знаешь, нужно штанишки с резиночкой. Я себе вопросов нет. Так и делаем. Так и делаем. 5 тысяч гривен твои. От души. Я готов дальше. Третья минута. 10 тысяч гривен. Поехали. Юрий Константинович, еще раз вернемся к вам. Я могу шутить про вас, потому что у меня тоже дырки на ремне начинаются в воздухе. Недавно я показал пацанам с района инстаграм страничку ткача. И они сказали, что мы на это подписываться не будем. Кстати, если рядом поставить Ласточкина ткачая кашевого, то можно понять, в какой последовательности выпадают волосы. Хочу признаться, Жека, ты мой герой. Благодаря тебе я научился переключать телевизор. Прожарочка пошла. Хорош, хорош. Десятка твоя. Погнали. Погнали на двадцатку, пацаны. Погнали на двадцатку. Расскажу вам, пацаны. Присушило, правда, не знаю почему, но не суть. Так, пацаны, если вы не будете смеяться, вы лучше смейтесь, потому что я потом петь начну, у вас вообще шансов не будет. Лето, как будто сон ты, ямы, лето. Это наш дом, мы в нем живем. Лето, как будто сон ты, ямы, лето. Мы засмеялись. Я не вижу ничего вокруг. Двадцатка, молодец, двадцатка. Погнали. Николай еще пацанчик с района так интеллигентно не отжимал у меня двадцатку. От души, брат. Так, подождите. А, все, погнали. Погнали. Пятая хвилина, 50 тысяч гривен. Раньше на этом месте сидел Зеленский. А теперь здесь сидит кач. Скажите мне, не рановато ли вы сели сюда? Там в сейфе губозакаточную машинку никто не забыл? Нормально, да? Ладно, погнали дальше. Слушайте, а квартал 95 назван в честь среднего возраста всех участников? Хорошо. Для следующей шутки мне понадобится помощь Кашевого. Я попрошу вас, можно не участвовать? Хорош, 50 тысяч молодець. Ось люди, подивіться, что происходит. Я ржу из того, что из меня ржут. Вот и все. Или как там делается? Я ржу, что из меня ржут. Вот так. Пацаны, можете мне просто сказать кота из сейфа и мы закончим? Или Зеленский ушел, вы тоже не знаете. Альберт, дякую тебе! Вы рае желудный приз нашего шоу 50 тысяч рублей! Альберт, дякую тебе! Наступными на эту сцену выйдут Дамницький Артем, Венечук Олександр та Куран Влад. Зустречайте оплесками! Развеши свежного! Развеши меня, развеши меня! Привет! А я думаю, что сцена укрепляла перед нами? Здрасте. А скажите, какую хорошую справу вы сделали последним часом? Никакую. Ну, тогда у вас есть шанс с дебютом. Все вперед, хлопцы. Готовы? Да. Первая минута – тысяча гривен. Поехали! Друзья, такая штука могла случиться абсолютно с каждым сидящим здесь в зале. Парень совершенно случайно разлил на пол своей квартирой 900 литров спирта. Дядя, ты шо угораешь? Давай! Здрасте, я ваш сосед снизу, вы меня заливаете! Ну, я вас так уважаю, слушайте. Представьте, бабушка устроилась работать в роддом. Я вас поздравляю, у вас проститутка! Парень шел по улице, и у него неожиданно совпал цвет ботинок и тротуарной плитки. Друзья, рано или поздно это должно было произойти. Юрий Ткач расстроился, что Игорь Ласточкин выиграл «Танцы со звездами». Привет, Юра! Шо, Юра, ты? Че ты делаешь, пожалуйста? Игорь Ласточкин! Игорь Ласточкин! Игорь Ласточкин! Игорь Ласточкин! Просто взял и упал в человека. Вот такой вот юмор. Первая тысяча вам далась важко, но она далась. Ну что, готовы продолжить? Да. Наступная минута принесет вам пять тысяч гривен. Досмотрим драку. Юрий Ткач привернул Игоря Ласточкина. Зато у меня подписчиков в Инстаграме больше. Представьте, парень читал книжку в очень ветреную погоду. Здрасте, сержантцы, все-все? Ага. Что мы тут делаем? Закладку ищу. О-оу! Нормально, закладка принесла вам пять тысяч гривен. Круто. Читайте, друзья, это полезно. Идемо дальше. Третья минута — десять тысяч гривен. Поехали. Два типочка на остановке. Представьте, у самки Богомола было очень хорошее настроение. Иди. Случай в парке. Боже, какой милый щеночек. Сиди сюда, мой хороший. Ты испугался, щеночек? Все хорошо, дядя пошутил. Наступный этап — четвертая минута — 20 тысяч. Готовы? Да. Погнали. Краб заводит в толпу. О-о-о! Хорошее! Я на тушу! Мы срезаем все нормально, чугу. Представьте, Голубь совершенно случайно обознался. Эй, тушу. Блин, мужик, извините, обознался. Думал, Янукович, просты, пожалуйста. Простай. Девочка после садика не смогла поступить в первый класс. Я просто немножко хочу пожить для себя. Девочка после садика принесет вам 50 тысяч гривен. Ваши облески, друзья! Поехали! Забеседование на заводе по производству презервативов. Добрый день! Ваше имя? Антон. Вы приняты! Парень с очень необычной эрогенной зоной. Здорово! Наберешь. Представьте, парень переспал сну очень некрасивой девушкой. Наутро это осознал, но она не растерялась и решила его кое-как подбодрить. Ой, боже, как ты фу! Боже, что бы фу! Как я так подфу? Нет, зачем? Фу! Не, пожалуйста, не фу! Фу! Ой! Короче, анекдот. Попали как-то мы с тобой в яму. Фу, с тобой! Представьте дед-брехун. Дедушка! А я красиво! Да! Такая штучка. Песня. Батюшка Егор бежит, шатается, ловко прыгает через забор. Это значит, Пасха продолжается. Дальше дегустируем когор. И слава! И слава! На последней секунде ткач заржал я бачил. Я зараховываю вам первого. Вы получите 50 тысяч рублей. Витаю! Я хочу запросить на эту сцену. Наступного комика. Бірча Игор! Ваши облыски! Игорь Иосифович! Привет, привет! Всем привет! Привет, Игорь Иосифович! Привет, привет! Горик! Коллега на сцене. Коллега на сцене. Коллега. Лига смехов. Вся возняк. Что мы будем у него спрашивать, я не знаю. Поэтому нехай просто выступает. Ну что? Будь ласка, давай. Виталька всия Украина, ты готовый? Я готовый. Первая минута. 1000 гривен. Удачи! Ну, друзья, сегодня я здесь не случайно. Я буду рассказывать о своем друге. О своем лучшем друге Юрии Ткаче. Много будет секретов. Тайд раскрыто. Ну, мы с Юрой настолько близки, что можно сказать, что мы с ним ели из одной тарелки. Да, и это не образное выражение, друзья. Я его умолял просто. Юра, убери руки из моего супа. Он продолжал вылавливать фикадельки. Понимаете? Да. Ну, дело в том, что Юра Ткач — это типичный лучший друг. Он, знаете, постоянно в ресторане приходит, уже чек приносит. Рассчитайтесь. А он говорит, «Горик, закинь за меня! Просто крупней не хочется поменять!» Да. Ну, это типичный лучший друг. Он занимает в долларах, отдаёт в гривнях. Да. До сих пор звонит мне и говорит, «Горик, призвони!» Вот. Это все началось с детства. Юра в детстве, если я говорил своей маме, «Мама, скинь мяч!» То Юра говорил, «Мама, скинь борщ!» Я не все рассказывал. Если есть, так и было. Ну, конечно, так и было. «Мама, скинь борщ!» В пакетику скидывала, на веревочке пускала, я сербал с пакетика все. Знаешь, как робишь? В пакетику пероминаешь ее, а потом сербаешь, набираешь ее и сербаешь. Тут же ничего не придумано, я же все рассказываю правду. Первая тысяча заработана, Гарик. Если ты готовый, вторая минута – 5 тысяч гривен. Поехали! Так вот, у Юры было не совсем простое детство. Родители ему всегда говорили, «Юра, пока не доедешь, не встанешь из стола». Юра сказал, «Не вопрос!» «Доедав и не вставал!» Понимаете? Ну, в детстве Юра, когда играл в съедобное и несъедобное, то всегда проигрывал. А как-то Юрий Ткач решил записаться на бокс. Первая тренировка. Тренер ему говорит, «Юра, давай работай! Порхай, как бабочка! Жаль! Жаль, что ты поел и не можешь порхать, как бабочка!» Мы с Юрой сидим в Лиге смеха в жюри. Я вам открою маленький секрет. Юра настолько любит покушать, что даже на сцене жует текст. Ну и сами вы понимаете, что в шоу-бизнес путевку Юре дали углеводы. Вот. Что-то вы сегодня такие серьезные... А вот такие, ты думаешь? Так просто бабки зарабатываются? Это тебе не... Не, я думал, как в римурке в Лиге смеха. Пришел, поржали нормально. Пришел, на палец плюнул, ты пойду к телочкам, ты думал, так бабки зарабатываются? Не, не... Ну это фишечка припасена. Ясно, фишечка. Ясно, ясно. Гарик, наслушаю. В тебе все выйдет, ты впораешься. Готовый продолжить? Да, да, случайно. Третья хвилина. Десять тысяч. Поехали. Юрий Ткач, он запоздалый ребенок. Отлично, я пошел на танцы в шесть лет, а он в тридцать пять. В шоу «Танцы со звездами». Вот, например, Игорь Ласточкин прошел дальше, чем Юрий Ткач. Ну я думаю, что это сомнительное достижение, потому как считаю, что пройти дальше, чем Ткач, это не так уж и трудно. Ну ось, я сказал, все. Буду просто. Десять тысяч твоих. Я пробовал, все нормально, у меня не выходит, я дальше, чем Ткач. Ребята, я всех пропускаю. Молодец. Самый такой добрый представитель шоу-бизнеса у нас. Можем дальше? Так, четвертая хвилина, двадцять тысяч. Ты готов? Поехали. Ци оплески на твою честь. Поехали. Ну и чтобы вы знали, Юра принимал участие в «Танцах со звездами» только лишь потому, что после съемок надеялся поучаствовать в проекте «Пьянка со звездами». У Юры есть замечательная дочь. Шесть лет, Лизи, красавица, принцесса. Ну и не секрет, вы понимаете, что некоторые дочери с возрастом становятся похожи на своих отцов. И я очень сильно переживаю за эту девочку. Я вам серьезно говорю. Да. Ну, и что самое интересное. Вот у меня лучший друг Юрий Ткач. У Евгения Кашевого Владимир Зеленский. Вот где я повернул не туда, скажете? Ах ты, зараза! Витаемо и с двадцаткою, Гарик! Спасибо. Она что поворачивает? Нужно было на пролом идти. Нормально идем, Юр. Все в порядке. За нами будущее. Мы же молодые и перспективные. Останняя минута. 50 тысяч. Споришься? Поехали. Ну, если честно, то мне, конечно, приятно, что у меня есть такой друг. Я радуюсь его успехам. Мне было очень приятно, что я первым был, кому он позвонил, когда его взяли в 95-й квартал. И он звонит и говорит, Гарик, меня взяли в квартал! Выкуси, сынок! Вот такой вот так. У нас и все! С полтосом вы все, Гарик! Гарик, вы взяли в квартал. Выкуси, сынок! Молодец! Красавчик! Ты выиграл! Найголовнейший приз нашего шоу! 50 тысяч! Витаем вас! Браво! Спасибо! Спасибо! Спасибо, Гарик! Спасибо! И тебе, Гарик! Будь ласка, займай свое место поруч и своими друзьями! Смеши, сынок! Смеши, сынок! Смеши, сынок! Смеши, сынок! И под столом валяться! Смеши, сынок! Смеши, сынок! Смеши, сынок! Ну, друзья, это был последний участник, и наша программа достигает своего конца. Поэтому я хочу приглашать эту сцену команду «Место Киев» и представителя летнего резиденции «Супер-героев» Пані Євгеню, пожалуйста, проходьте! Смеши, сынок! С новым праздничным дням, с вашим дням! Пані Евгенія, нагадайте, будь ласка, яку суму потрібно було выиграти учасникам? 200 000. 200 000. А скільки вдалося зібрати? Трошки більше, 250 000. 250 000? Ничего докладати не треба! Я вітаю, красавцы, молодцы! Проходьте, забирайте свої ночи! Молодцы! Ну что ж, друзья, наша программа и цей чудовый сезон завершаются! Хочу напомнить, что наши участники, благодаря своему почувствию гумора, смогли сделать 8 хороших вещей для 8 мест Украины. Но шоу «Росмеши комика» и «Гарні справи» на этом не закончатся. Поэтому я не говорю вам прощавайте. Я говорю вам «До свидания». С вами был Игорь Ласточкин. До свидания в следующем сезоне. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok